Всем здравствуйте! У большинства людей дома имеются растения, и всем известно, что любой цветок нужно подкармливать. На полках цветочных магазинов имеется большой выбор специализированных удобрений, но не все имеют возможность их приобрести, потому что они могут стоить немало денег. Сегодня мы поговорим о натуральных удобрениях для комнатных растений. Такие простые ингредиенты, поверьте, есть у каждого в доме. А теперь по очереди поговорим про каждый из них. Сахар. Он распадается на фруктозу и глюкозу и служит энергией для ваших растений. Удобрять сахар можно двумя способами. Можно смело посыпать сверху грунт и осуществить полив, но все-таки более эффективно будет развести 1 чайную ложку на литр воды и полить ваше растение. Рощи сухие. Они улучшают микрофлору в горшке и стимулируют рост растений. Некоторые считают, что они даже лучше любого минерального удобрения. 1 грамм дрожжей, 3 столовые ложки сахара развести на 10 литров воды. Такой объем подходит для тех, у кого дома целая цветочная оранжерея. Настоять 2 часа, развести 1 к 5 и поливать ваши цветы. Всем известны фрукты, как банан и цитрусовые апельсины. Цидру одного апельсина стоит измельчить, залить кипятком и настоять целые сутки. Далее процедить и осуществить полив ваших цветочков. Также можно проделать с кожурой банана. Наконец, кофейная гуща, которая остается после того, как вы попили кофе. Можно уложить тонким слоем поверх земли. И в кофейной гуще содержится азот, который делает почву рыхлой, то есть обогащает кислородом. Также она выполняет роль мульча, то есть имеет в себе питательный состав. Еще один вариант натурального удобрения – это заварка. После того, как вы попили чай, она высыхает, и ее можно использовать для удобрения ваших цветочков дома. Высыпайте тонким слоем и поливайте. Все просто и натурально. Используйте для своих любимых растений только лучшие удобрения, какие именно – решать только вам.